Наринмарские дороги зимой будут посыпать только песком. Несмотря на то, что данный метод борьбы с гололедицей менее эффективный, чем посыпка химреагентами, руководство Наринмар-Доримстроя приняло соответствующее решение по многочисленным обращениям жителей окружной столицы. Для устранения гололеда на дорогах песок используют давно. Это самый бюджетный и самый безопасный вариант. Песок работает при любой температуре и экологически безопасен, в отличие от химических реагентов, которые негативно влияют на лапы животных, обувь пешеходов и окружающую среду в целом. Именно по такому пути, по многочисленным обращениям граждан и пошли в Наринмар-Доримстроя. На сегодняшний день предприятиям не закуплено ни одной тонны химреагентов. У нас в Наринмаре и также в Искателе применяется только песок. Никакой соли, никакой химии мы не применяем. То есть, чтобы развеять вот это, что у нас тут химия. При всех плюсах обработка дорог песком все-таки менее эффективна, чем химреагенты, отмечают специалисты предприятия. Для чего нужна химия? Для того, чтобы разрыхлять зимнюю скользкость. Есть три вида зимней скользкости. Это рыхлый снег, это стекловидный лед, это снежный накат. Чтобы убрать зимнюю скользкость, нужно ее разрыхлить. Разрыхлить можно только при поддержке химии. Но химии у нас нет. Так как она запущена. Когда заканчивается снег или метель, нам дается четыре часа, чтобы провести надлежащее состояние. То есть, это ни за час, ни за два. По взмаху такого нет пера. Впереди у предприятия работы по строительству зимника. К ним Наринмар-Доримстрой вместе с субподрядными организациями приступят после открытия движения по тундре. В прошлом году с дорожным предприятием был заключен трехлетний контракт на строительство и обслуживание зимника Наринмар-Усинск. Это исключает возможные риски задержки строительства главной зимней дороги региона из-за процедуры торгов. В этом году, помимо обустройства самого зимника, предприятиям будут реализованы дополнительные мероприятия по снегозадержанию на Лаевожской дороге. На Лаевожской дороге постоянно переметы. То бишь, снегозаносимость большая. А снегозаносимость тоже... Есть мероприятия по снегозадержанию, которыми мы будем заниматься, конечно же. Но как это покажет практика? К началу работ на зимнике у предприятия всё готово. Срок строительства зимника составит 30 суток. Планируется, что дорога, как и в прошлом году, будет функционировать порядка 120 дней. В этом году из окружного бюджета на строительство зимника будет направлено 13 миллионов рублей. Ещё 80 миллионов. Округ выделит на его содержание.